Здравствуйте! Раздел «Выдающиеся реформаторы XX-XXI века». Тема урока «Дэн Сяопин. Выдающийся китайский реформатор». Сегодня на уроке мы сделаем вывод о роли личности в истории государства, а также оценим значение реформ в переходный период истории государства. Сегодня на уроке мы поговорим об одном из выдающихся ключевых личностей современной истории Китая. Дэн Синь Шэнь, обогнавший мудреца. Такое имя дали мальчику при рождении. Когда он пошел в школу уже в 5 лет, его назвали Дэн Си Сянь, подающий надежды на мудрость. И действительно, один из учителей разглядел в мальчике незаурядные способности. Он учил его древнекитайскому языку. Он рассказал ему о китайских летописях. Они изучали каноны буддизма и конфуцианства, а также основы современных наук. А в историю этот человек войдет под именем Дэн Сяопин, что переводится сяо маленький. Его рост будет всего 153 см. Пин – это значит справедливый и добрый. Дэн Сяопин родился 22 августа 1904 года в деревне Байфан, провинции Сычуань. Его отец Дэн Винь Мин был крупным землевладельцем, очень образованным человеком, обладал знаниями в политической жизни. И, понимая, что нужно дать сыну хорошее образование, он отдает Дэн Сяопина уже в 5-летнем возрасте в частную гимназию. Отучившись год гимназии, он переходит в лучшую школу в Сисяне, затем поступает в среднюю школу уезда Гуаннань и в 15-летнем возрасте проходит подготовку и уезжает на обучение во Францию. Позже, в 1926 году, он учится в Москве в университете трудящихся имени Сунь Яцена. В период взросления Дэн Сяопина Китай переживал одни из самых тяжелых времен своей истории. Раздираемый восемью европейскими государствами, Китай находился практически в полуколониальном состоянии. В свое время Наполеон Бонапарт говорил, когда проснется Китай, содрогнется мир. В начале 20-го века Китай стал просыпаться. В 1927 году Дэн Сяопин возвращается в Китай. В то время там самый разгар борьбы между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая. Самое интересное, что в самой Коммунистической партии тоже все было неладно. Там имелись несколько центров силы. Дэн Сяопин поддержал и сторону Мао Цзэдуна. Также в этом году будет создана Национально-освободительная армия Китая, сокращенно НОАК. Именно Дэн Сяопин оказался одним из главных организаторов и проявил свои организаторские качества при создании этой армии. В 1935 году партия станет единая. Мао Цзэдун будет лидером Коммунистической партии Китая. Но борьба с Гоминьданом будет продолжаться. В 1937 году произойдет вторжение Японии. Многие историки считают, что Вторая мировая война началась именно с этого года. Гоминьдан и КПК объединятся. Знаменательно, что переговоры вел сам Дэн Сяопин. В 1939 году происходит союз между Дэн Сяопинем и Джо Линь. Она станет его верной спутницей до конца жизни. По окончанию Второй мировой войны в Китае вспыхивает гражданская война между КПК и Гоминьданом. Ее выигрывает Коммунистическая партия Китая. И 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявит о том, что создается государство Китайская Народная Республика. Дэн Сяопин проявит себя еще в одном важном событии. Это решение тибетского вопроса. Тибет в период колонизации Китая стал независимым государством. Именно Дэн Сяопин вернет Тибет Китаю. С 1956 по 1977 года он будет занимать разные должности. От первого секретаря будет дважды обвинен, дважды реабилитирован. Но как сам Дэн Сяопин говорил, даже если небо обрушится на землю, то более высокие его одержат. Конечно, это была шутка. Мао Цзэдун, вспоминая Дэн Сяопина, говорил, он игла, завернутая в вату. В 1962 году закончится одна из авантюр Мао Цзэдуна под названием «Большой скачок». Он говорил, три года упорного труда, 10 тысяч лет счастья. Но проблема была в том, что у Китая не было достаточно технологий и специалистов для развития индустриализации. Были построены кустарные доменные печи, которые выплавили огромное количество никуда не годного металла. В сельском хозяйстве проблема была еще больше. Объявили, что вредители – это птицы, которые съедают урожай. Были уничтожены все пернатые. Через год весь урожай принадлежал насекомым. Китаю пришлось закупать птиц в Индии и в Канаде. А результатом стало голод и 30 миллионов погибших. Именно Дэн Сяопин в то время получил задание вывести страну из тяжелого положения. Именно в этот момент Дэн Сяопин сказал знаменитые слова «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она хорошо ловила мышей». Ему пришлось воевать с голодом, и он победил. Выросла его популярность. Правда, ему пришлось за эту популярность поплатиться. В Китае началась другая программа под названием «Культурная революция», в период которой Дэн Сяопин дважды будет оговорен и дважды будет восстановлен во всех своих правах. 18 декабря 1978 года Дэн Сяопин произнесет речь на пленуме ЦК Компартии. Она будет играть большое значение. Он завоюет эту речь у себя авторитет. Больше, чем у официального правителя Хуагофена. Люди будут говорить, низшие следуют за вышестоящими руководителями. Те, в свою очередь, следуют за ЦК, а ЦК следует за Дэн Сяопином. В 1983 году Дэн Сяопин занимает должность председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики. Фактически он станет центральным лицом в Китае. И это позволит ему внедрить все свои реформы, задуманные им еще в 60-х годах. Дэн Сяопин выдвинул идеи четырех модернизаций, которые касались армии, сельского хозяйства, промышленности, науки и техники. И при этом в стране должно было сохраниться, во-первых, социалистический путь развития, идеи марксизма, ленинизма и идеи Мао Цзэдуна, руководство Компартии и демократическая диктатура народа. По сути, Дэн Сяопин понимал, что в стране экономическая проблема в большей степени, чем политическая. И он правильно решил, что надо сначала поднять экономику, а политика за ней подтянется. «Нынешний мир – мир широких сношений», – говорил Дэн Сяопин в 1984 году. Китай в прошлом был отсталым именно из-за своей замкнутости. После образования КНР нас блокировали, но в известной мере мы сами держались замкнуто. Опыт, накопленный за 30 с лишним лет, свидетельствует о том, что вести строительство при закрытых дверях нельзя. Не добьешься развития. И Дэн Сяопин отправился налаживать отношения с такими крупными державами, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония. Его реформы в сельском хозяйстве. Во-первых, ликвидация коммун. Людям разрешалось нанимать на работу. Им разрешалось иметь собственный инвентарь, собственную корову. Были увеличены цены на закуп основных сельскохозяйственных продуктов. В промышленности государственные экзамены для руководителей предприятий. Если руководитель государственного предприятия не сдавал два раза подряд экзамен, он мог лишиться своего кресла. Был введен хозрасчет. Специальные экономические зоны, которые давали льготный режим для иностранного капитала. Партия перестала вмешиваться в производство, хотя в стране были пятилетние планы. Партия переориентировалась больше на воспитательную сферу. В политике у власти оставалась коммунистическая партия. Были реабилитированы все пострадавшие в культурной революции. Были отменены пожизненные должности. Одна страна, две системы характеризовали будущий Китай. Дипломатические отношения с развитыми государствами. В науке. Дэн Сио Пин сказал, наука – ключевой фактор в осуществлении модернизации. После налаживания отношений с мировыми державами – массовый обмен студентами, магистрантами, докторов наук с ведущими вузами мира. Созданы все условия для научных разработок. И мы знаем, что Китай на основе собственных программ совершил полет в космос. В армии Дэн Сио Пин пошел на сокращение количества солдат с 5,5 млн до 2,5 млн. Зато повысил качество и оснащение армии. Это стала новая современная армия. Все его реформы носили очень осторожный характер. Мы знаем, что Китай – это страна с миллиардным населением и с большим прошлым. Переходить реку, нащупывая камни – это была основа его экономических преобразований. Давайте закрепим свои знания с помощью задания. Распределите утверждения по категориям – политика, экономика, образование и социум. Проверим себя. Политика. Одна страна, две системы. КПК – гарант стабильности. Экономика. Создание специальных экономических зон с привлечением инвестиций. Ликвидация коммун. Частная собственность на средства производства. Образование и социум. Реабилитация граждан, пострадавших от культурной революции. Обязательная сдача экзаменов руководителей производства. Массовая отправка студентов за границу. А теперь, ребята, подведем итог урока. Дэн Сяопин – человек, получивший отличное воспитание и образование в детстве, посвятил всю свою жизнь служению Родины. Сделав одни из самых масштабных преобразований в экономике, он скромно говорил. В экономических проблемах я профан. Идея четырех модернизаций – это система, в которой одно главное правило – что бы ни делалось, оно должно приносить людям пользу. Не разрушая социалистической идеи, Дэн Сяопин смог развить рыночную экономику. Китай – страна, которая стоит на втором месте по уровню экономического развития. Наш урок подошел к концу. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова